Челябинск Большое внимание уделялось вопросам экологии. Согласно стратегии развития города, реализуется задача сделать Челябинск центром экологических компетенций и технологических инноваций. Завершен знаковый проект, реализации которого мы ждали давно. Это рекультивация городской свалки. Благодаря чему выбросы вредных веществ сократились на 63 тысячи тонн. Одной из наших основных задач остается увеличение количества зеленых насаждений. Необходимо не только благоустраивать парки, общественные пространства, но и создавать зеленые легкие около предприятий. Отмечу, что бизнес уже начал присоединяться к этой работе. Дышать стало легче после покупки для города новых трамваев и автобусов на экологичном топливе. Минувший год вообще стал прорывным в работе общественного транспорта. Продолжаем заниматься обновлением общественного транспорта. Было закуплено 110 единиц низкопольных автобусов большого класса, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. А также 47 единиц низкопольных автобусов большого класса, использующих сжиженный природный газ. Приобретено было 10 трамваев. В текущем году их количество увеличится. Будет начато обновление троллейбусного парка в этом году. Система управления, она интуитивно понятна, простая и все. То есть информативность водителя по обстановке вокруг вагона, то есть вот, пожалуйста, те же камеры, это уже большой плюс. Ну и очень много заложено в систему помощи адаптации под водителя. То есть, как вот на современных автомобилях, то есть машина подстраивается под водителями. Здесь также вагон подстраивается под водителями. Пожилые иногда хвалят, что вот низкая площадка, очень часто слышу моменты такой, что вот низко, удобно, зашли, сели, тут же подошли, сели. То есть не надо никуда забираться, ничего. Молодежь, конечно, тоже удобно относительно вот того, что розеток. И Wi-Fi, естественно, это очень удобно. Всегда на связи, всегда с кем-то можно соединиться. Ну и также для пассажиров, чем удобно, это что сам по себе трамвай, схема трамвая согнута так и тележка, что намного более плавный разгон, более плавное торможение. И сам ход по даже нашим не очень хорошим рельсам получается много плавнее. То есть трогаешься, ты не замечаешь, тормозишь, но опять-таки не стоит, что водитель нормально, хорошо едет. В ближайшее время на рельсы поставят еще 30 современных трамваев. Сейчас идет сборка вагонов. У нас сейчас выходит 144 трамвая. Всего у нас в аренде больше 183 трамваев. Из них у нас сейчас ходит на линию 20 новых трамваев. Всего мы ожидаем 30 трамваев. То есть они закуплены, вы их видели уже, они просто дойдут обкатку и выйдут на линию. Администрация объявила конкурс еще на 30 новых трамваев, которые мы тоже ожидаем в этом году уже. Парк действительно очень старый. Если сравнить с автобусами, ну у них, наверное, нет ни одного автобуса, который бы ходил 35 лет на линии. С автобусами все в порядке. Обновление парка тоже не прекращается. Только в прошлом году в рейс вышли 157 низкопольных машин большого класса на природном газе. Мягонько идет. Ну, в принципе, так-то надежная машина. Проблем, ну, не было таких, чтобы. Как говорится, не бито, не крашено, все хорошо. Пассажирам нравится. Выходят, спасибо говорят. Даже выйдут, рукой помашут. Все нормально. Новые автобусы, впрочем, и не только они, должны передвигаться по нормальным дорогам, без ям и выбоин. В прошлом сезоне в Челябинске построили с нуля и отремонтировали рекордное число магистралей. Ежегодно мы уделяем большое внимание развитию уличной дорожной сети. Общий объем выполненных дорожных работ составляет более 962 тысяч квадратных метров. Были отремонтированы 15 ключевых перекрестков, сопряженных с трамвайными путями. На 60% выполнена реконструкция Ленинградского моста. Отмечу, что осуществляется не только ремонт верхнего изношенного слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части, но и проводится замена бортового камня, понижение бордюрного ограждения для обеспечения беспрепятственного прохода и проезда, в том числе мало мобильных групп населения. Ремонт пешеходных тротуаров, озеленение. Также были устроены пантусы с применением тактильной плитки. По прошлому году были выполнены все объекты ремонта БКД, все выполнены в срок, без отставаний, без сбоев по графику. Если, допустим, в 2019-2020 году были опасения по графикам, то здесь фактически в октябре мы выполнили на 100% программу БКД именно по ремонту. В 2021 году было успешно выполнено строительство новых улиц. В рамках БКД это наркома Малышева, которая не только была построена, но и введена в эксплуатацию, то есть все бумаги оформлены, все. Это два участка улицы Татищева. Также по программе жильев было выполнено строительство двух новых улиц. Это участок Макеева от 250 до Родионова и участок Родионова, Героя России Родионова от Татищева до улицы Макеева. То есть все объекты были построены в срок с незначительными отставаниями от графика и введены в эксплуатацию. После того, как сойдет снег, будет создана совместная комиссия с ГИБДД, с прокуратурой. Возможно, пригласим ОНФ для совместного обследования, где будет проведено как раз обследование на предмет гарантии. В случае выявления гарантийных фактов эти требования будут предъявлены подрядным организациям. Не подкачали власти и с поддержкой спорта. В городе появились новые объекты. Самым ярким событием сезона стало переселение атлетов на историческую локацию – во дворец спорта «Юность». Из года в год растет количество челябинцев, занимающихся физической культурой и спортом. Количество спортивных объектов за прошедший год выросло на 53 сооружения. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями по итогу составил чуть более 51%. Продолжена была реконструкция стадиона «Центральный», благоустройство и озеленение прилегающей территории, восстановление фасадов, обустроены входные группы, проведены ремонтные работы внутренних помещений. Многое сделано для спортивных школ. Одно из знаковых преобразований – это открытие центра единоборств и центра фитнес-аэробики в помещениях лучшего автовокзала в здании дворца спорта «Юность». Цвет, интерьер яркий. Нескучных цветов нет, это дает настроение, много разных цветов ярких. Тут еще место для ринга будет, поставят ринг. В том зале не было ринга, тут будет лучше готовиться в ринге, привыкать к работе. Кстати, территорию дворца скоро тоже приведут в порядок. Работы по благоустройству стартуют в ближайшие месяцы. На месте, где раньше чадили автобусы, появится современное место для прогулок и отдыха. Уже отыграны пять контрактов, сейчас полным ходом ведется проектирование бетонного боула скейт-парка. И также, как раз благодаря решению губернатора Алексея Текслера и главы города Натальи Петровны Котовой, в этом году дополнительно уже направлено на благоустройство Центрального района 116 миллионов. Это будет сделан инклюзивный, первый, кстати, в городе инклюзивный сквер на пересечении труда Володарского. Сейчас ведется проектирование, и мы тоже планируем в этом году сделать благоустройство сада камней. Знаковое место для челябинцев. Ну и не забываем про озеленение. Как раз из этих денег будет дополнительное озеленение в сквере на Академике Королеву первую очередь. Там будет высажено порядка 150 группномеров. Также по периметру будет высажена живая изгородь. И сделаем достаточно хорошее озеленение площади Павших. Тоже знаковое место на виду на пересечении нескольких магистралей. Ударный сезон впереди и у дорожников. Работы будет точно не меньше, чем в прошлом году. В 2022-м обновят многие магистрали, даже в отдаленных микрорайонах. Уже приступили к капитальному ремонту улицы Дарвина. Срок реализации два года. Затем это улица Молдавская, которая заключена в контракт в рамках дополнительных денег, выделенных губернатором Челябинской области. Затем сейчас проходят конкурсные процедуры по улице 40 лет победы. Это транспортно-пешеходная улица, которую люди уже очень давно ждут. Также в этом году раньше срока мы планируем ввести в эксплуатацию улицу конструктора Духова. В поселке Чурилово, которую подрядчик также в прошлом году фактически на 95% уже выполнил. Сейчас остались устранения недочетов и отделочные работы для сдачи объектов. Также у нас производится ремонт нескольких искусственных сооружений, потому что давно уже не уделялось внимания мостам, путепроводам. Потом уже приступили к работе на Новосинеглазовской развязке, потому что развязка находилась в таком уже плохом состоянии. Также приступили к работам по ремонту моста по улице Северный Луч. Будет выполнен ремонт по улице Аральской, это в поселке Першино. То есть мы захватываем почти всю территорию города Челябинска. В этом году мы запустили уже строительство таких крупных объектов, как 2-ая Ильтонская. Объект двухгодичный, потому что там большая работа по переустройству коммуникаций. В Парковом микрорайоне это строительство улицы Бевеля. Период строительства будет 22-23-24 год Бевеля. От пересечения Салавата-Вилаева, Чечерина и 40 лет Победы до Краснопольского проспекта будет выполнено по три полосы для движения в каждую сторону перспективы. О ближайшем будущем говорили и в городской думе. Сразу после отчета Натальи Котовой народные избранники могли задать любые вопросы. Один из них касался набережной Миаса. Будут ли ее благоустраивать дальше? В прошлом году мы с вами все вместе работали над стратегией социально-экономического развития и запланировали мероприятие именно по созданию природно-рекреационного каркаса города. В том числе речь идет и о благоустройстве набережной. Если посмотреть всю набережную реки Миас, которая протекает по территории города, она у нас с вами с северной и южной стороны порядка 60 километров. В этом случае, о котором вы говорите, я думаю, давайте сначала достроим Ленинградский мост, закончим его. А в этот год, чтобы не терять время, мы запланировали проектирование большого довольно-таки участка набережной, начиная от Академика Королева практически и до Свердловского проспекта. Вся протяженность этого участка разбита сейчас на 11 этапов, если мне память не изменяет. Мы уже провели несколько совещаний, по которым планируем по нескольким этапам вот с этого участка сделать проекты в этом году, для того, чтобы их реализовать в 2023 году. При благоустройстве гарантированно учтут мнение жителей. Челябинцы не раз выступали с полезными инициативами, которые повлияли на развитие города. Администрация города ведет внимательную работу с обращениями граждан. За прошлый год к нам поступило почти 50 тысяч обращений. Граждане стали активнее вступать в диалог с мэрией, в социальных сетях и через систему платформы обратной связи. Уважаемые депутаты, уважаемые челябинцы, благодарю вас за поддержку и конструктивный диалог в 2021 году. Сегодня мы находимся в сложнейших условиях, поэтому так важна быстрая слаженная работа на всех уровнях, консолидация усилий власти и жителей города. Когда люди понимают, что их обращения не идут куда-то в пустоту, не останутся без ответа, а будет реакция, что они могут каким-то образом повлиять, это, естественно, влечет за собой активность. Ну и, в принципе, надо сказать, что и самим мэром был изначально задан такой тренд на открытость власти, на прямой диалог с жителями, на создание различных инструментов и возможностей. То есть активный гражданин, голосование по проектам благоустройства, постоянный какой-то интерактивный формат общения. Это, безусловно, все вовлекает жителей города, все больше становится людей с активной позицией и готовых выразить свои взгляды. Проявить гражданскую позицию может каждый. Накануне стартовало онлайн-голосование за проекты инициативного бюджетирования. В мэрию поступило 200 проектов. Инициативы, которые получат наибольшую поддержку, будут реализованы уже в этом году. Голосование проходит на платформе обратной связи портала госуслуги.